Миллиард рублей выделен на капитальный ремонт 250 домов в Архангельской области. 47 зданий обновят в Северодвинске уже в этом году. За ходом работ в городе Корабелов наблюдала специальная комиссия во главе с депутатами региона и Госдомы. Наша Евгения Карелина тоже оценила качество. В Северодвинске на улице Торцево 2, дробь 2 ремонтируют фасад здания. Московская фирма должна заменить и стояки в квартирах. Но есть трудность, некоторые жильцы отказываются впустить слесарей. Подрядчик уверяет, в случае аварии именно они будут отвечать за ЧП. Я думаю, в течение двух недель монтажные работы тоже будут завершены. Потом надо будет по квартирам стояки, по отопительным, то есть радиаторы населения. Но не все пускают, не все жильцы хотят, чтобы у них меняли отопительную систему. Вот этот кирпич разрушился, клеили на пять. Почему? Там разрушилось полтора-два кирпича. В результате... Я не стоять, я просто хочу понять, если вы делаете ремонт, почему нельзя здесь доложить? У комиссии возникли вопросы к ремонту на проспекте Беломорском 7. Здесь также обновляют фасад и меняют систему теплоснабжения. Тема капитального ремонта наших домов правильная. Нет, это не обсуждается. Многие говорят, что не надо собирать, это государство обязано. Это правильная тема. Платить сегодня за это нужно, иначе мы эти дома превратим в аварийные. Все дома, если мы не будем их капитально ремонтировать. Я живу в доме ТСЖ. Конечно, сегодня не надо бегать и собирать. Мы собираем, мы ориентируемся, мы ни на кого не ориентируемся. Надо, мы поднимаем планку, но надо, чтобы закон нам дал эту возможность. Комиссия оценила и работу по замене лифтов на Торцево-18. Новые кабины в трех подъездах должны запустить 16 августа. По словам жителей, лифт здесь не ходил 30 лет. А вот жители Первомайской-9 проголосовали против ремонта аварийного здания. Сейчас дом признан непригодным для жилья и подлежит капитальному ремонту. Собственников расселили в маневренный фонд. А на Первомайской-9 появились трещины из-за понижения уровня грунтовых вод. Сгнили сваи. Можно было бы сохранить. Ничего невозможного нет. Это моя любимая поговорка. Все определяется затратами. К сожалению, у города финансирование на эти аварийные работы не предусмотрено. У нас сформирована региональная программа, где порядка 14 тысяч домов запланированы в капитальном ремонте. Суть программы в том, что за 30 лет все дома должны быть отремонтированы. В этом году по плану в Северодвинске должны отремонтировать 47 домов. Евгения Акреина, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.